Дай почитать Пушкин, Вязинский, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Островский, Салтыков, Щедрин, Чехов, Маяковский, Булгаков, а вот до завершения этого творения далеко. Поэтому и современным писателям писать не дописать. Итак, в своей книге «Хамелеон» Павел Стелиферовский с авторами, некоторых мы уже перечислили выше, описывает похождения литературных негодяев. Вместо действия России время действия от конца 18 века до 30-х годов 20 века. Но дать этим негодяям определение тяжело, ибо у них нет ничего, только одна благонамеренная пустота. Это люди подражательные, у них ничего нет за душой. Родоначальником этого семейства стал вездесущий Антон Антонович Загорецкий. Из комедии Грибоедова «Горе от ума». Светский человек, отъявленный мошенник, плут, лгунишка он, кортежник, вор. При нем остерегись, переносить гораст, и в карты не садись, продаст. А вот его юный продолжатель Алексей Степанович Молчалин, обладающий ценнейшим капиталом, умеренностью и аккуратностью. Под стать этой парочке и отдам Петрович Шприх из драмы Лермонтова «Маскарад». Ну и, разумеется, Павел Иванович Чичиков Гоголя. Интересно, что предприниматель и мошенник, подлец по Гоголю, оказался благодаря неким литераторам в одной компании с Пылким Чацким, разочарованным Онегиным, страдающим Арбениным. Гоголь видел в Чичикове способность стать иным, и не раз, особенно во втором томе «Мертвых душ», задумывался о возможности исправления своего героя, в котором, по его мнению, еще оставалось нечто от живого человека. Но молчалины блаженствуют на свете. Не зря Салтыков Щедрин писал о счастливые, о стократ блаженные молчалины. Они бесшумно, не торопясь, переползают из одного периода истории в другой, молчалины многочисленные племя, рассеянные по лицу Вселенной. Гоголь советовал читателям в тишине, наедине с собой, обдумывать, перечитывать и внимательно, не страшась правды, посмотреть вокруг. И что вы, дорогие слушатели, не видите? Вся Чумеловых, Чичиковых, Угрюмбурчеевых, Митрофанушек и Молчалиных. Может, классики тревожились зря, и все эти негодяи и подлецы всего лишь добродушные малые, которым до смерти хочется есть. Да и действительно, а нет ли и во мне какой-нибудь части Чичикова? Павел Стелеферовский, «Хамелеон 12+.» Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать!